Девушки отдыхают Девушки отдыхают Меня зовут Анна Чапман И я начинаю расследование Они уже здесь Иду и вот такой шар какой-то летит И все чаще вступают с нами в контакт Нечто за рамками нашего понимания Нужно ли их бояться? У меня сразу... И как с ними говорить? Раз четко шелчок какой-то, голос начинает звучать четко Кому они помогают? Какая-то невидимая сила мне говорила Ты избранный? А кого убивают? Они были разбиты Уникальные свидетельства тех, кто их видел Они роботообразны Единственный на Земле кусок металла Неземного происхождения Ну, конечно, с такими объектами знакомы А также снимки, сделанные космонавтами на орбите Это снят реальный объект Инопланетяне Раз их так все страны мира секретят Значит, в этом что-то есть Жизнь с другой планеты Они ищут с нами контакт Это в сто процентов Я раскрою все тайны Вселенная Одни ли мы в ней? Предмет, похожий на этот Нашли на Кольском полуострове В начале девяностых годов Прошлого века Специалисты утверждают Это чистый вольфрам Который получили при температуре Близкой к абсолютному нулю В земных условиях Это сделать невозможно Откуда появился артефакт? Вот он Тот самый скандально известный артефакт Это не золото Не серебро Но житель Перми Николай Суботин Держит его вдали от посторонних глаз Возможно, этот объект Являлся каким-то Неземным летательным аппаратом Но такое сенсационное заявление У Николая есть Серьезные основания Это чистый вольфрам Без примесей В земных условиях Изготовить такой образец Невозможно К тому же Осколок неизвестного металла Был найден При таинственных обстоятельствах Местные жители На Кольском полуострове В районе поселка Кандалакш Наблюдали пролет Какого-то светящегося объекта Потом они наблюдали взрыв И, как они описывают, отпадение этого объекта в тайгу Это произошло в 1967 году Через 30 лет В начале 90-х На место происшествия Отправилась Исследовательская экспедиция Которую возглавил Уфолог Эмиль Пачурин Именно он Обнаружил на месте взрыва Этот странный предмет Возможно, этот обломок Единственное на сегодняшний день Доказательство существования Инопланетных цивилизаций В разных странах Происходили наблюдения НЛО Эти наблюдения В основном проводились военными Поскольку НЛО Часто появлялись В местах Где проводилось Испытание Новых типов вооружений По почти 20 лет Артефакт хранился У Эмиля Бачурина Перед смертью Он передал его другу Николаю Суботину Надеюсь, что тот Найдет истину Николай хранит Обломок НЛО Дома В самодельном саркофаге Возможно, от него идут Какие-то вредные излучения И мы его изначально С разведящих железных Поместили Чтобы экранировать В октябре 2007 года Николай выставил обломок На одном из интернет-аукционов Начальная цена Сенсационного лота 3 миллиона рублей Выставили его там За баснословную сумму И нашлось несколько человек Которые достаточно серьезно Обсуждали факт покупки Николай не стал продавать осколок Он считает Уникальная деталь Инопланетного космического корабля Не может иметь цены Нам удалось убедить Николая Суботина Провести экспертизу обломка Ее результат оказался Сенсационным По расчетам астронома Стефана Доула 600 миллионов планет В нашей галактике Имеют атмосферу Аналогичной земной А значит на них Возможна жизнь Астроном Фрэнсис Дрейк Заявил Что в обозримой вселенной Должно существовать Не менее 10 тысяч Высокоразвитых цивилизаций А его коллега Карл Саган Считал Что только в нашей галактике Таких цивилизаций Миллион Если предположения Ученых верны То встреча человека С братьями по разуму Неизбежна Или она уже Произошла Это видео сделано В апреле 2009 года Десятки ярких объектов Двигаются друг за другом В ночном небе Москвы Очевидцы Не могут сдержать Своих эмоций Вот слева идут Просто пи***ц какой-то А вот Еще одно Аномальное явление В небе над столицей Похожее на НЛО А это уже Север России Необычный летающий объект Зафиксировали В небе Карелии Над Суходольском Можете верить В инопланетян Можете не верить Дело ваше Но факт тот Что это вот вам Пожалуйста Казахстан Алма-Аты Светящийся объект Летит над городом Оставляя яркий шлейф Гляди, гляди Обалдеть Изумлению наблюдателя Нет предела Леса Свердловской области Шар скользит по небу Меняя скорость Как будто издеваясь Над автором этого видео Что же это может быть? Большая часть Подобных роликов Имеет самое простое Объяснение Мы провели Эксперимент Сейчас мы попробуем Готовить ролик с НЛО При помощи обычного стекла И жевательной резинки Достать необходимое Не сложно Стекло Мы вынули Из книжного шкафа А жевательную резинку Купили в ближайшем ларьке На обычную камеру Мы попробуем взять Жвачку Приклеенную к стеклу Посмотрим Похоже ли это На НЛО Немного размягчив Жвачку И дав ей Стать достаточно липкой Приклеиваем ее К стеклу И начинаем съемку Сенсации Вот НЛО Вылетает из-за дома И летит Над городом Выглядит похоже Не правда ли? Единственное Чего не хватает Нашему видео Это восхищенных возгласов Нам нужны пара человек Чтобы они кричали Как будто видят НЛО И сейчас мы их найдем Я снимаю А вы кричите Можете? Ну крикните Ну очень надо Мы просто ролик снимаем Про НЛО Можно? Ой-ой-ой Летит Смотрите Летит Летит Вот Видите Тарелка Эксперимент доказывает Многие подделки Могут быть изготовлены За несколько минут Даже без использования компьютера НЛО на Москве Это сенсация Однако цена такой сенсации 20 рублей Ой-ой-ой Летит Смотрите 99% Того что показывает И говорят НЛО Это все Лохотрон И тем не менее Никита Джигурда Уверен Другие цивилизации Существуют И они Совершенно не похожи На нашу Цивилизации Гуманоидов Они Работообразны У них тотальная Дисциплина У них Может там С нашей точки зрения Рай Но на самом деле Это Как Высоцкий пел Не рай Это вовсе А зона Невероятно Но многие знаменитые люди Видели НЛО Например Певец Никита Эта красная точка Начинает метаться Из стороны в сторону Солист группы Браво Евгений Хафтан Это были такие Четыре или три Перемещающиеся точки И даже телеведущий Алексей Куличков Я тут как-то вдалеке Вот над этим лесом Висел светящийся шар Такой очень яркий Я вот здесь Была вот здесь стояла И вот в окно Вот так вот Понимаешь Смотрела Орала Дайте мне фотоаппарат И внутри Раз Два Три Эти фотографии Певица Рада Эрденко Сделала из окна Собственной квартиры Три Секунды То есть Это был первый кадр Это вообще фантастика Просто Целая стая Летающих тарелок Такое Она видела Впервые в жизни У меня сразу Дети бедные Все перепугались Мама Что с тобой Музыканты решили Это знак Вот только что Им пытались Сообщить пришельцы Да почему же Вы не хотите Подумать Что мы не одни Во вселенной Двухтысячный год Япония Чемпионат мира По версии СВА Первый бой Павла Балаянгова Среди профессионалов Трудный бой Колоссальное напряжение Как выиграл Не помнит И вот какая-то Невидомая сила Мне говорила Ты избранный Как ты можешь Проиграть Павел уверяет Это инопланетяне Даровали ему Удивительную силу И предсказали Что он станет Чемпионом Друзьям рассказал Они тоже все посмеялись Надо мной Тут Балаянгов С ума сошел Пора ему в дурку По словам Балаянгова В детстве он встретил Пришельцев Что-то такое Материализовалось Что-ли полупрозрачное Такое Силуэт Скажем так Силуэт Вот он Выпуклый Какой-то В космосе я В космосе ты Звезды манят Галактик Светение На съемках этого клипа Спортсмен познакомился С легендарным космонавтом Дважды героем Советского Союза Павлом Поповичем Он всегда говорил Павел Мы не одиноки Во вселенной Это случилось Летом 1984 Космонавты Олег Атьков Владимир Соловьев И Леонид Кизим Доложили в Центр управления Полетами Что через иллюминатор Их рассматривают Семеро ангелов С человеческими лицами Существа с крыльями Десять минут Сопровождали Советскую станцию Озаряя все вокруг Оранжевым светом Потом они исчезли На земле Произошедшее Списали на Групповую галлюцинацию По крайней мере Так было написано В официальном рапорте Комиссии Которая была создана Специально для проверки Доклада космонавтов Так часто поступали С докладами космонавтов В Советском Союзе Открыто говорить Об иномальных явлениях Запрещалось Они фиксируются Эти появления Неопознанных Влекающих объектов А раз их так Все страны мира Секретят Значит в этом Что-то есть Дважды герой Советского Союза Летчик-космонавт Виктор Горбатко В НЛО Сначала не верил Пока не столкнулся С необъяснимым явлением Во время вахты На орбитальной станции Салют-5 Прошел удар По корпусу станции Мне лично показалось Как вот по пустой бочке Иногда Молотом ударить Вот такой звук Виктор Горбатко И Юрий Голзунов Доложили о случившемся на Землю И с ЦУПа ответили Продолжать полет Космонавт Игорь Волк Неопознанный Летающий объект Видел не в космосе А на Земле Ехал в машине И от неожиданности Чуть не попал в аварию Какой-то летающий объект Неопознанный Взлетал На 20 с открытыми ртами Стояли Сиреневая была После свечения Летчик-испытатель Марина Попович Видела НЛО Во время научно-исследовательской Экспедиции на Памир Над лесом повисает Типа шара Ну не шара Точки, не точки Ну в общем как облако Полыхающий свет Над лесом Не касаясь земли С тех пор Марина Попович Всерьез занялась Исследованием НЛО Они ищут с нами контакт Это 100% Место самой крупной Катастрофы НЛО В СССР Вот с хвоста Что-то вылетало Огненное Кто похищает людей В Кировской области Страшно, страшно Ребята это увидите Слышен низкочастотный гул Появляются светящиеся объекты Разной формы Люди говорят, что устали жить В постоянном страхе В районе возросло количество самоубийств И несчастных случаев У людей обостряются тяжелые Хронические заболевания Местные жители уверены Они попали в зону контакта И этот контакт не в их пользу Что же на самом деле происходит Это Соколья гора Кировская область Тут происходят невероятные вещи Местные жители утверждают Их похищают инопланетяне Страшно, страшно ребята это увидите Из-за чего Толю забрали? Сына В семье Ведякиных уже три жертвы Вера Васильевна утверждает Она видела, как яркий светящийся шар Похитил ее родственников Иду и вот такой шар какой-то летит И вот так он кружится И у нее всякие-всякие огоньки Женщина утверждает Огненный шар приземлился в ее двое Сама она едва спаслась бегством И до земли дошел этот дымалкий человек стоит У него лицо фосфор Ну зелень, зеленый фосфор Я как заорала и убежала Невестка Веры Георгиевны Калина Тоже пережила трагедию После неожиданной смерти мужа и свекра Она похоронила еще и сестру А по ночам начала испытывать необъяснимую тревогу Женщине казалось, что за ней кто-то наблюдает Только заснула и опять в упор на меня смотрит Я глаза так открываю и смотрю Напротив меня тарелка Я сначала не поверила Не может такого быть На следующее утро Галина услышала голос Который звал ее на Соколиную гору Как добралась туда Вспомнить не может Очнулась на краю обрыва Ей словно кто-то приказал Прыгай! Кто и зачем подстрекал ее К самоубийству Яйцообразной форме Вот такое, ну как, яйцообразное И оттуда мужской голос Отдай то, что у тебя есть Что происходит на Соколиной горе? Кто проводит эксперименты над людьми? И эксперименты ли это? Что-то или кто-то привлекает в этом месте Самые разнообразные аномальные явления Руководитель Вятского палеонтологического музея Альберт Клюбин Изучает аномальные явления в зоне Соколи горы Более 20 лет К сожалению, ни одно из этих явлений Объяснить не удалось С точки зрения привычной нам к картине мира То есть то, с чем мы имеем дело Это нечто за рамками нашего понимания У каждого местного жителя Своя теория появления Неопознанных летающих объектов Над Соколиной горой У них заправка Или у них там дорога Анина Щенникова из деревни Ванюшеньки Может точно сказать Когда, куда и во сколько Отправится очередной инопланетный корабль И вот оттуда, вот с той стороны С трассы Бесшумно летят повыше Вот чуть, наверное, повыше деревьев По словам уфолога Альберта Клюбина Туристы, которых он водит на экскурсии Именно на Соколиной горе Испытывают немотивированный ужас И панику У них появляются галлюцинации Люди пугаются Почему, допустим, полностью заряженный аккумулятор Вдруг разъезжается И камера перестает работать Затем, выйдя из этого места Спустя какое-то время Заряд восстанавливается Ведущий научный сотрудник Института земного магнетизма Юлий Платов Много лет возглавлял комитет По исследованию НЛО Первоначально эти работы были Ну, так сказать, закрыты Потому что они были организованы Военно-промышленной комиссией Ученый рассказывает Большую часть подобных явлений Им удавалось легко объяснить На 90 с лишним процентов Если не на 100 Это явления, связанные с рассеянием Солнечного света На продукт разгорания Ракетных двигателей Феномен деревни Рвачи В Кировской области Где местные жители боятся НЛО По словам Юлия Платова Имеет самое банальное объяснение В Кировской области Это области Вблизи которых перекрещиваются Транзы запусков Из Плесецка Из Байконура Из Капустина и Яра Именно ступени ракет Запускаемых с Плесецка и Байконура Приводят в ужас Жители деревни Рвачи Но есть свидетельство Существования НЛО Не поддающиеся Такому простому объяснению Уральские горы Перевал Дятлова Уфологи уверены Это место Самой крупной катастрофы НЛО В СССР Гора Холочахль В переводе с наречием Анси Гора Мертвецов Семеро туристов Студентов Уральского Политехнического Института Погибли здесь Страшной смертью Гробы были открыты Они были страшные все Черные Перед похоронами Весь город Надо бы встал Поисковики сначала обнаружили Изрезанную ножами палатку А потом тела погибших Разбросаны в полутора километрах Вокруг нее Судебное медицинское исследование Трупа Вот смотрите Язык в полости рта отсутствует На теле одного из погибших Эксперты обнаружили Повышенный радиационный фон Тяжелые черепно-мозговые травмы Переломы ребер Отсутствие глазных яблок Они были раздиты Ходически в нижнем береге И при этом Никаких посторонних следов Февральской ночью В 30-ти градусный мороз Что-то заставило их Выбежать из палатки полуодетыми И броситься вниз по склону Что могло напугать их До такой степени Что оставило радиацию На их телах И стало причиной Их смерти Тогда мы про НЛО ничего не знали Ведь я увидела Какие-то Вот знаешь Угненные шары У меня страшно Валерия Гаматина Вдова летчика Николая Патрушева Который перевозил На своем взмолете Тела погибших Женщина рассказывает Муж был уверен Причиной гибели туристов Стало крушение Инопланетного корабля Он взял с меня слово И он Чтобы я поклялась жизнью Своего сына Что я никогда Никому Ничего не расскажу Что он мне рассказывал В тот день Когда погибли туристы 17 февраля В 18.55 Странный светящийся шар Зафиксировала газета Тагильский рабочий В тот же день На имя начальника Ивдельского отделения милиции Поступает заявление От техника-метеоролога Токаревой Она Описывает звезду с хвостом Появившуюся в небе В 18.50 Из которой Образовался шар А это Протокол допроса Служащего Ивдельской войсковой части 6602В Анатолия Анисимова 22-летний рядовой Описывает шар В белом тумане С яркой точкой внутри Которая то увеличивалась То уменьшалась Из Североуральска Свидетель Тоже описывал А я им Дал листок бумаги Они неграмотные Но они пишут Рисуют очень хорошо И они нарисовали Шар И говорят С хвостом Вот с хвоста Что-то вылетало Огненное Турист В Владислав Карелин Ходил с экспедиции В тот же район Увидел Какой-то Светлый шар В центре этого шара Я видел звездочку Более яркую Что это было заявление Стало понятно Несколько лет спустя А лет Через 4-3 Нам по телевизору Стали показывать Запуски ракет Из того же Байконура Боже мой Да это тот шар Который я видел Зимой 1959 года С космодрома Байконур Стартовали первые ракеты Серии Р-7 Спустя 50 лет Многие уверены Причиной гибели туристов На перевале Дятлова Стало не крушение НЛО А падение ракеты Или ее обломков Этот фрагмент Неизвестного металла Найденный на месте Крушения НЛО На Кольском полуострове Может быть деталью Инопланетного корабля Кандидат технических наук Геннадий Заднепровский Предполагает Какой именно деталью Звездолета Может быть этот фрагмент Такое устройство Способно обеспечить В течение Неграниченного Количества времени Все энергетические Потребности корабля Мы решили провести Научную экспертизу Уникального обломка Вместе с Николаем Субботиным Мы отправляемся На кафедру Твердого тела Пермского государственного университета Что вы можете сказать о нем? Очень похоже На вольфрам Газофазный Фторидный Профессор Волынцев Пытается понять Мог ли этот обломок Быть деталью звездолета И выдерживать Сверхсветовую скорость Вот эти вот пупырышки Они были сняты Механической обработкой Электроэрозионной обработкой Чтобы детально исследовать состав образца От него необходимо Отколоть кусочек Стандартная Садочная структура Эксперты теряются в догадках Что за металл Попал к ним в руки Это могла быть деталь Вообще сложная С полостями внутренними Была еще одна конфигурация Вот еще один элемент Неужели это правда? И перед нами Деталь инопланетного корабля Результаты экспертизы Ошеломляют Это действительно Вольфрам чистотой 99,9% Но ученые Вынуждены разочаровать Николая Кусок металла Который он много лет хранил у себя Действительно осколок Но не НЛО А обычной советской ракеты Вот для сравнения Один из наших старых образцов Те же самые Пупырышки на внутренней поверхности Структура совершенно Аналогичная Большинство людей Видит летающие тарелки Потому что хочет их увидеть День над городом Полно объектов Которые можно принять за НЛО Стрелки кранов Самолеты Спутники Иногда даже Детские игрушки Это китайские фонарики Они сделаны Из промасленной рисовой бумаги Каркас Из проволоки А топливный элемент Пропитанная воском ткань Китайский фонарик Работает по принципу Воздушного шара Горящая ткань Дает тепло Более теплый воздух Поднимается вверх И утягивает за собой Всю конструкцию Уже через 30 секунд Вам становится Очень сложно понять Что на самом деле Вы видите На этом расстоянии Вы видите Просто светящуюся точку Которая медленно Движется По небу Не так давно В Новосибирске Люди массово говорили О нашествии инопланетян В местных газетах Даже появились фото Неопознанных Летающих объектов Однако Истинными виновниками Массовой истерии Были не инопланетяне А местные бизнесмены Просто в магазины Завезли Вот такие же Фонарики Я раскрою Все тайны Юрист Валерий Критский Один из немногих людей Кто утверждает Что вступал в контакт С инопланетянами И чуть ли не единственный В России человек Кто может предъявить Этому доказательство По словам Валерия Летом в сибирской тайге Он собственными глазами Видел посадку Некого летательного аппарата Необычной треугольной формы Пассажиры были похожи на людей И даже сумели Пообщаться с Валерием Но самое главное Он успел Все это сфотографировать Вы видите уникальный снимок Редкое свидетельство Существования Внеземных цивилизаций Это не намагничивание Не механические повреждения Это сфотографирован Конкретный объект Да Какой? Это другой вопрос Валерий Критский Снял эти кадры 23 года назад Как обычно Они с друзьями Поехали на охоту Заночевали в палатке Но Валерию не спалось И он решил прогуляться Отошел от палатки На несколько метров И заметил Над озером Неподвижно висит Темный треугольник Мужчина бросился В палатку За фотоаппаратом Вдруг раз Появляется Силот Узкий силот Такой И голос Что вы здесь делаете? Валерий вспоминает Они общались При помощи телепати Пришелец говорит Давайте зайдем На тарелку Мы вас обследуем Утром Валерий очнулся В палатке Мужчина не мог понять Приснился ему Страшный сон Или этих странных Существ он видел Наяву Этот случай На охоте Очень сильно Повлияло на его жизнь Единственным доказательством Что увиденное Происходило на самом деле Была пленка Оставленная в фотоаппарате Все эти годы Мужчина старался Забыть о странном Происшествии А пленку Хранил дома Чтобы узнать Что на самом деле Зафиксировала пленка Я решил обратиться В профессиональную Фотолабораторию И отдать ее В руки специалистов Через некоторое время Я узнаю Что за кадры Хранил Валерий Все эти годы В декабре 2009 Над Москвой Появился Неопознанный Летающий объект По форме Он напоминал Большой треугольник Видео С его изображением Промчалось По всему миру И стало Настоящей сенсацией Зарубежные СМИ Окрестили треугольник Имперским крейсером Этот видеоролик Появился в сети 11 декабря 2010 года И за первый день Собрал 5 миллионов просмотров Запись Сделана любительской камерой Объект Напоминающий Черную пирамиду Кружит над Красной площадью И Кремлем Что это такое? Вот над тем местом Был виден треугольник Однако современные технологии Позволяют поместить над Кремлем И более серьезные корабли пришельцев На камеру мобильного телефона Мы сняли панораму С видом на Кремль И загрузили ее В компьютер Эта технология называется Трекинг Она позволяет Внедрять в имеющееся видео Любые объекты Вуаля Над Кремлем летит Точно такой же треугольник Даже лучше А вот полетела Самая настоящая Летающая тарелка Специалисты в области Компьютерной графики Могут запустить над Кремлем Даже инопланетный лайнер С подсветкой Я раскрою Все тайны Египетские пирамиды Многокилометровые рисунки В пустыне Наска Стоунхенч Многие задаются вопросом Как древний человек Мог создать такора Или нашим предкам Кто-то помогал Может быть Высший разум Контролирует человечество А весь научно-технический прогресс Следствие вмешательства инопланетян Москвич Дмитрий Ермаков Утверждает Пришельцы по-прежнему Готовы делиться Своими изобретениями По крайней мере с ним Профессиональный художник Дмитрий Ермаков Рассказывает С ним происходят Необъяснимые вещи Неизвестно откуда В его голове Появляются сложные Технические чертежи Которые Как уверяет Дмитрий Он гуманитарий Никогда в жизни Не смог бы придумать сам Например Вот это чертеж Летающей машины И название Флайер Физик Александр Рыбалкин Рассказывает Слово возникло В сознании друга Одновременно С готовой конструкцией Здесь патентов Ну минимум десяток Вообще Это открытие Или этот Странный прибор Паруса Времени Называется Это квантовый Насос Ускоритель электронов Генератор Холодной плазмы Художник утверждает Неведомая сила Вторглась в его жизнь 15 лет назад Однажды ночь Он проснулся От ослепительно Яркой вспышки Ощущаю Что я Меняю свое положение В пространстве Но я не вижу Ни света вокруг Ничего Только темные Какие-то серые тени А потом Художник увидел Их Огромные глаза Как чашки Как блюдца То есть вот такие глаза Голубые Яркие-яркие Прямо вот они светятся Рта не видно Все полностью Шерстью покрыта Носа не видно Дмитрий утверждает Невероятное В ту ночь Инопланетяне Подключили его мозг К межгалактической базе данных Слышишь шипение в голове И знаете Как радиостанцию Настраиваешь Потом раз Четко щелчок какой-то Мы установили с тобой контакт Художник Больше не пишет картин Все его свободное время Уходит на то Чтобы реализовывать Чужие идеи Которые появляются В его голове Дмитрий Ермаков Уверен С человечеством Делится технологиями Высший разум Расстояние между Двумя электродами Меняет напряженность Электрического поля Ермаков уверен Его изобретения Делают воду Целепной Электромагнитное излучение Влияет на воду Вода меняет Свою структуру На словах Все работает Но так ли это На самом деле В эту бутылку Я набрал воду Из-под крана А эту воду Дал мне Дмитрий Ермаков Он пропустил ее Через специальный аппарат И утверждает Что она способна Продлять жизнь Но только специалисты Знают, чем отличается Эликсир молодости От обычной водопроводной воды Идем к ним Удастся ли из-за обычной воды Создать эликсир Бессмертие Опасна для здоровье Жажду утолить Где-то основания Ведь в них От актеров Соответствует действительности У психиатров На это есть свое мнение Михаил Буянов Известный российский врач Президент Московской Психотерапевтической академии К рассказам Похожим на историю Дмитрия Ермакова Психиатр относится Скептически Инопланетяне Это вот Продукт нашего воображения Мы хотим объяснить Но что-то не можем Сваливаться на инопланетян Самый простой Никого ума не надо Скажи, что это инопланетяне Эти кадры 23 года назад Сделал контактер Валерий Критский Он утверждает Снимок запечатлел Посадку НЛО Отдаем фотографию На экспертизу Валерий Иванович В этой фотомастерской Мы договорились с экспертами Чтобы они посмотрели пленку Я так понимаю Вы не против Сдать ее на экспертизу Чтобы поставить Все точки на дыр Эксперта Загадочные снимки Явно заинтересовали По его словам Ни с чем подобным Он раньше не сталкивался Ни намагничивание Ни механические повреждения Это сфотографированный Конкретный объект Да Какой? Это другой вопрос На пленке Нет следов Какого-либо Внешнего воздействия Случайностью Это изображение Тоже, скорее всего Быть не может Что же за объект Там изображен? Эксперты Этой фотолаборатории Вынесли свое заключение Фотографии Которые нам продемонстрировал Валерий Критский Не являются подделкой На этой пленке Действительно запечатлен Странный объект Другое дело Какой? А главное Каким образом он был снят? Этот вопрос Пока остается загадкой Впрочем, профессионалы говорят При желании Подобные явления На пленке Изобразить не сложно Можно даже Это, кстати, тазик Белый Из-под этого тазика Фонарик Приклеенный скотч Вот тебе тарелка Мы решили попробовать Сделать снимки НЛО По предложенному рецепту Тазик Фонарик Ну и, конечно же, фотоаппарат Посмотрим Насколько кадры Будут похожи На фотографии Реального НЛО Такие снимки Лучше всего Получаются зимой Из-за снега Замечения становятся Более равномерным Устанавливаем тазик В снег И кладем под него Фонарь Испытания показали Светящийся равномерным Светом объект Выглядит настолько необычно Что с большого расстояния Действительно похож На летающую тарелку Скромных размеров На снимках Все еще проще Чем меньше резкость Тем больше Это похоже на НЛО Когда тазик в фокусе Вы понимаете Что перед вами Но стоит немного Повернуть кольцо резкости И вот у вас в руках Уникальная фотопленка Ведь вам удалось Сфотографировать Корабль пришельцев Ежегодно Сотни таких фотопленок Сбываются на интернет-аукционах Людям так хочется верить Что они Не одни во вселенной В конце прошлого года В интернете появилась Сенсационная новость К земле движется Армада инопланетных кораблей Астрономам удалось Сфотографировать Загадочные объекты Вот эти фотографии Пока уфологи Готовились к контакту С внеземным разумом Ученые проводили Экспертизу фотоснимков В итоге оказалось Это обычная пылинка Попавшая на фотопластину Впрочем Далеко не все появления НЛО Объясняются Так же просто Как пришельцы Нападают на людей Из-под крыши Вылезают Два больших Шара И как люди Ловят НЛО Не выходя из дома С этой точки С этого балкона Зачем В Москве Испытывают Секретное оружие Заснятый С торца Лазерный луч За что Преследовали Контактеров В Советском Союзе Их сажали В психиатрические Больницы И откуда Появляются Круги на полях Если бы Инопланетяне Хотели Вступить В контакт Они бы не стали Рисовать Смотрите Прямо сейчас Я раскрою Все тайны Каждый день В интернете Появляется Масса видеоматериалов Подтверждающих Факт наличия НЛО Ролики В сеть Выкладывают Обычные люди Но чаще Настоящие Охотники За необъяснимыми Явлениями Что же Находится У них в архиве Кому Эти материалы Нужны И насколько Они соответствуют Истине Выяснял Кирилл Малахов У Олега Тарабанова Это уже вошло В привычку Почти каждый вечер Мужчина Выходит на балкон С видеокамерой И ждет Когда в небе Появятся Таинственные Летающие объекты Олег Тарабанов На первый И спокойно Летит дальше Все эти кадры Олег Тарабанов Снимал Не выходя Из дома 25 января Вот я поймал Вот на эту камеру Вот с этой точки С этого балкона Вот в этом направлении Олег Тарабанов Уверен Появление объектов Связано с аномальным местом Расположенным Неподалеку Это инфекционная больница Номер 2 То есть ее территория Точнее даже Это за больницей Соседка подтверждает Она тоже видела Над больницей НЛО Из-под крыши Вылезают Два больших шара То есть это поднялось Повернулось Перпендикулярно И пошло вверх В коллекции Олега Тарабанова Есть подобное видео Сотрудники Государственного Астрономического Института Проведут экспертизу Этих кадров Сами понимаете Картинка здесь плоская И говорить о расстоянии Как бы невозможно Игорь Волков Кандидат физико-математических наук Не сразу готов ответить На вопрос Что это такое Я как наблюдатель Могу сказать Что я такого не видел На сегодняшний момент Этот момент Не может объяснить никто На как бы Сто процентов Игорь Волков Предполагает Такие следы Может оставлять Лазерный луч Заснятый с торца Лазерный луч Где-то издалека Пришедший к нам На большое расстояние Нариснуть похожую картинку Стал ли Олег Тарабанов Свидетелем испытаний Новых технологий Или на его видеозаписях Действительно НЛО До сих пор не ясно У меня варианта два Либо это сложный Очень какой-то Природный феномен А второй вариант Что да Действительно Возможно Что это вот Какие-то Инопланетяне Инопланетяне Я раскрою Все тайны С моей точки зрения Существует лишь одно Веское доказательство Существования Инопланетян Это наскальные рисунки Им около Трех тысяч лет Отчетливо видно Фигуры похожи На человеческие И они одеты В скафандры На втором плане Летающая тарелка Ошибки быть не может Экспертиза подтвердила Изображения действительно Нанесены в период Когда человечество Переживало Железный век О полетах в космос Тогда и речь не шла Кого же изобразили Наши предки? Карельской земле Уже более трех миллиардов лет Поэтому все здесь хранит Немало тайн и загадок К примеру В небе над Карелией Завидным постоянством Появляются различные Неопознанные летающие объекты Которые не дают покоя Местным жителям И привлекают в край Множество исследователей Алексей Попов Член-корреспондент Академии наук Карелии Автор многих книг Про НЛО Занимается уфологией Еще с советских времен Это было табу По большому счету Людей, которые Более или менее Серьезно пытались Заниматься данной темой Их просто шельмовали Их сажали В психиатрические больницы У меня примеров Более чем достаточно Мужчина утверждает Чем больше интересовался Темой внеземных цивилизаций Тем больше встречал фактов Подтверждающих их существование В моем архиве Более трех тысяч Обоснованных И проверенных наблюдений Алексей Попов утверждает Что неопознанные летающие объекты Как правило Появляются над глухими Карельскими лесами Добраться туда очень сложно Особенно в зимнее время Вот как сейчас Но любители мистики И загадок Это не останавливает Это видео Алексей снял 20 лет назад Тогда это казалось Настоящим чудом С тех пор исследователь видел И более загадочные объекты Дирижабли с иллюминаторами Без крыльев Они от одного сантиметра Могут быть в диаметре шарообразные До 150 метров Если это дискообразных англовок Алексей Попов говорит Некоторые типы летающих объектов Появляются только в Карелии Я связываю это с фигурками Так называемыми петроглифами Именно эти космические корабли Изображены на знаменитых Наскальных рисунках Петроглифах Неужели люди каменного века Тоже наблюдали здесь НЛО? Природа этих гигантских рисунков Непонятно ученым Круги на полях Термин обозначающий рисунки В виде колец, кругов И других геометрических фигур Они появляются на полях На песке, на болотах На снегу и на льду Размеры самые разные Некоторые можно увидеть Лишь с самолета По всему миру Количество этих кругов К настоящему времени Превышает 9 тысяч Возможно уже и больше Многие уверены Эти таинственные знаки Дело рук пришельцев Попытка установить контакт С землянами Впрочем, многие ученые считают Это всего лишь трюк Для привлечения туристов Если бы инопланетяне хотели Вступить в контакт Они бы не стали рисовать Они бы пошли в Белый дом Представили бы Заказали бы себе пропуск И так далее Это шутки Это человеческая деятельность Конечно Очевидцы рассказывают Круги появляются за одну ночь Кому под силу за это время Согнуть колосья Выложив из них Геометрически точный рисунок И не оставить следов И так Сможем ли мы развенчать Этот миф об НЛО Все якобы существующие доказательства Того, что круги на полях Делали инопланетяне Я в ближайшие несколько минут Разобью в пух и прах Это трактор Там поле, в котором мы оставим Таинственные знаки инопланетян Добрый день За снежным полем Мы собираемся показать Как на самом деле Появляются круги Мы почти сразу столкнулись С проблемами Нашему водителю Николаю Пришлось в буквальном смысле Прокапывать себе дорогу К заранее навеченному центру Круга Сейчас Николай пытается Охищать от снега площадку Чтобы мы могли Нарисовать хотя бы один круг Этого будет достаточно Чтобы полностью разоблачить Таинственные знаки На полях В ходе эксперимента мы поняли Почему круги появляются Обычно летом, а не зимой Снег останавливает вовсе Не инопланетян А людей И земную технику Круги на полях Появляются во многих странах мира Но все же большинство Средоточено на юге Англии Пока весь научный мир Терялся в догадках О причинах такого явления Два почтенных джентльмена Дэвид Чарли и Дуглас Бауэр Признались в создании кругов Это было в сентябре 91-го года Они сказали Что первый круг они сделали Аж в 78-м году Разочаровал Несмотря на то, что нам удалось Повторить инопланетные знаки На снегу остались следы техники Которые невозможно скрыть Я раскрою все тайны Ежегодно миллионы людей Заявляют о том, что видели НЛО И вступали в контакт с инопланетян Большинство этих сообщений Плод богатой фантазии Или итог наблюдений За атмосферными явлениями Остальные рассказы Которые могут быть правдой Увы, не подтверждаются Конкретными фактами Поэтому ответ на вопрос Вступал ли человек в контакт С инопланетянами По-прежнему остается открытым Но как знать Может быть ответ на него Мы получим совсем скоро Я Анна Чапман И мы увидимся с вами Ровно через неделю На телеканале РЕН-ТВ